всем привет на моем канале сегодня на обзоре очень редкий мультитул от хотел сказать не известный но мало известной фирмы paladin tools то есть что это за мультитул и почему они редкие и почему они так сильно похожи на сок вот в этом видео мы это все и посмотрим значит ну для фанатов мультитула money они знают про такую редкую фирму и за этими тулами охотятся коллекционеры значит ну общая доступная информация следующая что paladin tools это фирма которая образовалась сша в 80-х годах кстати обращаю внимание что тогда же когда и зародился лизарман эта фирма занимается производством инструмента оборудования для телекоммуникационных айти технологий то есть скажем кабели все в частности то вот более понятным языком прокладка сетей интернет сетей значит и соответственно им понадобил вернее им да понадобился видимо в ассортименте мульти инструмент и поскольку они его не производили они обратились уже существующей компании в данном случае к согу и поэтому действительно это и есть сок который специально для компании paladin tools сделал мультитулы значит почему кстати не к лизарману не знаю мы могли к лизарману обратиться но вот выбрали они сок по каким-то причинам значит было выпущено три модели это самая младшая 510 еще чуть на фарширование там наверно значительно фарширование 525 и самая нафаршированная 540 вот это на базе сок powerplay то есть фактически это все то же самое только с некоторыми отличиями и специфическим инструментом которые мы посмотрим значит мультитулы кстати хочу сказать что достаточно редки посмотрим знаете например наш французский зритель про эту редкую фирму потому что он покупает то что есть как бы классических магазинах можно приобрести эти вещи можно только на ибэях на каких-то может быть форумных барахолках форумных там на живых форумов вот ну к слову например на ebay на чему они редкие вот сейчас кстати вот когда я снимаю нету ни одного лота с паладин тулсом есть в списке завершенных по-моему три лота и все были куплены то есть не то что там завершился лот никто его не взял то есть за ними действительно гоняются хотя ну если честно ничего там прямо супер специфического нету но для коллекционеров это интересно это редко это необычно значит поехали посмотрим значит это паладин стул как написано значит но мы видим классический сок powerplay значит вот решетчатые такие бока шестереночная система вот кстати вот эта шестереночная система я от нее просто балдею у меня когда-то соги были но я тогда еще канал не не вел сожалению вот я уже несколько раз об этом сетовал своих видео что если бы раньше сделал канал вы увидели гораздо более ассортимента которого у меня уже сейчас на руках нету то есть интересные тулы редкие многопредметные ножи вот но ничего сейчас тоже появляются всякие штуки частности вот как вот этот значит так вот про шестереночную систему она настолько вот это вот эти шестеренки так вот хочется открывать закрывать вы знаете как релаксируешь такой вот работа шестеренок механизма это она здоровская как напоминает когда нож автомат особенно если фронталку купишь вот так сидишь там и клац еще целый вечер перед телевизором вот то же самое что нибудь и с вот этой штукой то есть ну вызывает такие приятные ощущения вот это вот работа шестеренок и знакомым которым тоже в руки даю который особенно сок никогда не держали тоже так открывает и вот даже не понимая все это и технологии они от нее балдеют значит давайте посмотрим по внешнему виду значит как уже было сказано сок но на нем нигде не написано сок у него написано паладин тулс у него на плоскогубцах идет маркировка это pt 510 модель и опять логотип pt паладин тулс с обратной стороны тоже самое плоскогубчики вот такие вот с одной стороны прямые с другой скошенные кончики как было сказано где-то на форуме прочитал более зауженные хотя бы когда было написано про более старшие модели паладин тулс но там было написано что они служены для того чтобы в гипсокартоне проделывать дырку и ну и соответственно туда уже кабель протягивать значит теперь давайте по инструментам в одной рукоятке 3 соговских классических инструмента это напильники по металлу и с пилой по металлу снизу что очень важно и здесь у нас как у гербера вот здесь нету насечки просто напильник здесь все-таки есть как бы пила по металлу здесь плоская отвертка мне нравится вот лизерман не делает такие хода вот что кончик не наносить насечку использовать как такую большую плоскую отвертку у них насечка доходит до конца это ну как бы можно использовать но будет уродовать шляпку винта может быть не всегда это надо делать вот второе это у нас открывашка бутылочная то есть бутылочная открывашка но кстати у меня всегда возникает вопрос я сделаю отдельное видео по здесь не буду снимать пока позже но мне кажется что это открывашкой можно спокойно открыть и вот такую консерву то есть она будет усилия больше на ее продавит но мне кажется вот зацеп есть рычаг сделать и она скорее всего продавит но дело в том что эта штука более ходит для таких банок стать тоже я вот в отдельное видео сниму про открывание вот таких вот банок вот и лизерман овскими ключами потому что скажем классических лизерман вот pst например возьмем вот обычно вот эти вот консервники если открыл вот эти ключи не вот просто делают дырку тут сверху то есть ты поднимаешь на продыряливает крышку но не подрывает вот здесь здесь же все сделано вот так наоборот подрывает вот как у викториноксов например у них же тоже есть эти открывашкой консервной отдельно и вот такая баночная бутылочная но видите здесь консервной кстати нету забегая вперед говорю и от крестовая она почти отцентрирована единственно что у нее такой наклон туда ну как в pst шках старых в первых версиях где тоже отвертка по центру было не с краю на ней написано philips номер один вот кстати забегая вперед подходит ли на нее лизерман овская насадка давайте посмотрим в принципе да причем он неплохо сидит не хуже чем на pst вообще четко наделась и можно сюда биты обычные делать вот но хотя у сога есть свои наборы этих самых насадок они так у сога там специальные есть как мы помним такой адаптер для бит а здесь же как бы целый инструмент был как бы в ряду используется чтобы адаптер используя здесь же можно видите использовать крестовую отвертку и все в этом ряду больше ничего нету здесь стоит заглушка пластиковая видите то есть как и соге часто делаю то есть можно какой-то инструмент сюда стоит дополнительный и и вторая рукоятка в ней два инструмента первый это клиночек полусеррейторный с одной стороны у нас вот такая стамесочная заточка то есть здесь ровно здесь у нас идет заточка и соответственно тоже есть заглушка то есть для какого-то еще инструмента которые могут же на соговский покупать и вот главная изюминка этой младшей модели paladin tools то что здесь используется вот я в этом не специалист но насколько я почитал это есть какие-то 110 порты которые я так понял это видимо и сетевые вот эти где кабеля где вот эти коробки свитчи куда она вставляется где-то но там используется то есть вот эта штука она как-то расшивает или в общем кто кстати в комментариях напишите кто разбирается в этом деле как конкретно этой вещи пользоваться но на торце это понятно это для зачистки мелких проводов тут идут размеры вот так вот сверху вниз 18 20 22 24 но зачистка кабеля это понятно это просто зацеп вот но тут 110 и вот 110 здесь написано 110 здесь написано вот как она его там расшивает что и как его надо туда пролазить почему она такой интересной формы вот еще раз прошу тех кто с этим делом работает объясните что это такое то есть как им конкретно расшивать как им пользоваться вот такая вот интересная особенность для тех кто занимается сетевыми делами ну и плюс сама вещь что скажем раритетная с уникальным инструментом а в paladin tools которые более нафаршированы там до трех инструментов новых которые сок как бы делает для этих инструментов кстати у меня вот возникает вопрос все инструменты соговские вот эту штуку тоже делал сок или эту штуку делал именно paladin tools и ставили на эти тулы то есть вот такой возникает вопрос ну и рычажная система соговская которая кусает гвозди благодаря тому что здесь идет через эти рычаги гораздо лучше чем скажем чем другие тулы у которых нету рычажной системы то есть фактически все другие тулы кстати давайте посмотрим на ближайшего конкурента ближайшим конкурентом является полики для кусания гвоздей приготовил сейчас посмотрим еще пст вот пст потому что почему пст потому что пст тоже инструменты не не блокируется то есть зафиксировали но их можно сложить пальцем поэтому вот как бы именно вот этой модели ближайшим роды чем от лизермана является именно пст шка ну услуга клиночек как-то покрупнее выглядит по длине идентичный но он повыше и как-то вот так вот по задористее выглядит ну конечно насчет частичности рейтерны но тут такой вопрос значит вот вот по длине по толщине они приблизительно одинаковые то есть в сложенном состоянии но пст конечно же потоньше потому что так то в этой части они идентичны скорее всего но здесь вот такая вот большая штука который знаешь не первый не сразу поймешь что она есть вроде бы есть вроде нет это понимаешь когда вот например вкладываешь чехол вот чехол от pst он его четко спрячется то есть он четко по нему сшит и вот мы пытаемся вроде бы подобный тул от палатинца сюда запихнуть то есть подлине он заходит но вот эта голова вот вы видите вот до дна уже дошло она не закрывается она вот здесь вот так вот торчит такой здоровой частью а вообще этой частью запихнуть вовнутрь вообще не будет не представляется возможным то есть казалось бы вроде такая незаметная вещь почти такой же а вот этот объем уже видится когда начинаешь реально куда-то его прятать ну и по функционалу здесь всего лишь три инструмента то есть раз два три и а 3 5 3 в одной рукоятке 2 в другой но есть возможности установить еще там две шайбы в pst же все таки раз два три 4 5 6 7 8 то есть 8 тут 5 но 2 еще можно поставить по идее это значит 7 будет вот что касается кусания то есть давайте посмотрим на эту систему сравним с тем же pst то есть возьмем гвоздик я уже это проделывал то есть берем гвоздь и пытаемся перекусить ну так вот рама такая тонкая довольно так в руку неприятно режет но перекусила давайте теперь посмотрим на этот ну легче кусается то есть сейчас еще раз это проделаем еще разберем вставляем в pst вот а стоп я облокачивал руку дел не на весу 1 стол значит давайте еще раз чтобы для чистоты эксперимента было все правильно на весу дел а на весу гораздо сложнее получилось то есть не выдержала и вот здесь давайте и паладин тулс на весу ну легче я близался в 10 раз ну может быть в полторам в два не знаю может два раза как-то легче как-то вот так она можем еще золотой гвоздик покусать золотой гвоздик вроде как чуть-чуть потверже мне так показалось да так вот уже чувствуется а здесь давайте не а это легко кусает значит да больше чем в два раза думаю усилие легче происходит ну на руке меда чувствуется не физически физически может он действительно и и в пять раз быть сильнее значит так но есть недостаток этой системы который состоит в том что вот например так это золотые что когда например вот для захвата воздя раз и для захвата гвоздя два то есть недостаток вот этой соговской системы состоит в том что развод рукояти гораздо больше то есть вы видите насколько ручка дальше торчит и это гвоздик относительно тонкий а чем вот так что было понятнее видите да насколько то есть если вот будет больше еще толще то например ручкой быту так захватить такую систему тяжело надо реально так вот руками двумя закусать как это собственно такие кабелерезы существуют эти болта резы и существуют вот собственно это про кусание ну в принципе понимаете значит ну вот такой вот мультиту вроде бы про него все рассказал а еще про крестовую отвертку но она от моделей других у нее есть два среза один и второй на этом туле поскольку здесь блокировки нету то промежуточной фиксации нету то есть мы полностью раскрываем но на туля на котором будет вот здесь рычажная система я про соги говорю сосед такая защелка будет то она фиксируется по 90 градусов и можно рычагом будет использовать но на этом тули нет вот но интересные тулы то есть как бы фактически известная фирма сок делает от своего имени но под другим брендом для другого бренда со специфическими инструментами вот поэтому как бы вот такой вот интерес к этим тулом и и есть значит как бы и происходит значит ну еще раз повторю что есть еще две модели 525 540 они более востребованы то что это достаточно примитивная в ней вы увидели что не так много инструментов значит и уникальный инструмент только один но зато наверно тут кто занимается вот этой коммуникацией прокладкой кабелей тут то работает в этой сфере наверное он заценил был подобный инструмент по крайней мере конечно тут не хватает еще чего-то ножнички можно докупить но как бы заглушка есть чего то может быть ещё какой то инструмент который шила может быть то есть по крайней мере шилу ножницы наверно можно сюда доукомплектовать главное чтобы она закрывалась потому что здесь вот такие выемки для длинных инструментов. Вот здесь вот эти выемки. Здесь для клинка, здесь для пилы. То есть уже длинный инструмент сюда. А, и поэтому же плоскогубцы скошены, чтобы тут отвертка была. Ну, крестовая все равно ее можно сместить. Значит, это надо уже в соговских инструментах вычислять, разбираться в их модификации. Кстати, наперед забегаю, кто может задать вопрос. Невзаимозаменяемые инструменты. Нельзя соговские с лизармановскими сюда перекидывать из одного во второй. И наоборот, я это уже пробовал. Думал, уже было мысль модификации, но нет. Ну, вот, в принципе, конечно, ПСТ поинтереснее. Будет пофункциональнее, при этом более компактная. Но тут вот эта вот система, конечно, она приятная. Вот она такая приятная, хотя, как недостаток, вот такой набалдашник с шестеренками тут появляется. Вот, все. Пишите комментарии, насколько вам понравился этот тул. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем до новых видео. Ну, еще раз повторю, что будет отдельное видео, где будут консервные банки. Не знаю, когда я только выложу. Открытие и лизарманом, и вот этим. Вот, у не консервных, а именно у тех вот закаток. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok